Доброе время суток всем. Решил в очередной раз, а два года назад я проводил такой обзор, проводил школу по хаппам и лохотронам, в очередной раз решил все-таки вернуться к этой теме и опубликовать это в социальных сетях. Почему я так принял решение сделать? Потому что буквально месяц назад ко мне по телефону позвонил представитель. Фирмы так называемой Лоха Интернешнл и по моему объявлению предложил мне хорошую сумму денег, но для того, чтобы их получить, мне необходимо было сходить в банкомат и вести так называемый 16-битный счет, 16-значный счет в определенную строку банкомата по пополнению, выводу их средств, для того, чтобы у них был официальный отчет перед налоговой инспекцией. Я знал, что у меня на счету была небольшая сумма, не превышающая сумму сделки, а сумма сделки составляла порядка 12 тысяч гривен, потому что у нас в Украине такая валюта в ходу. Ну а я предварительно перед этим позвонил опытному своему товарищу, который в интернете один гость сидит, он мне сразу объяснил, что не надо никуда ходить, ничего не надо нажимать, просто-напросто даешь номер счета, они тебе переводят, и завтра приезжаешь к себе на дачу и загружаешь ту емкость, которую ты выставил, металлическую емкость, которую ты выставил на продажу. Но я все-таки решил проверить очередной раз, каким образом это делается, для того, чтобы людей предупредить, хотя у меня особого настроения не было этого сделать, но решил приобрести очередной опыт. Что я сделал? Пришел в банкомат, связался с представителем этой фирмы, Лоха Интернешнл, и они мне подключили к финансовому директору и сказали, вот он вам все объяснит, что я и делал. Я зашел в банкомат, ставил карточку, ввел пароль, он говорит, нажмите эту кнопку, нажмите ту кнопку, вот нажмите эту кнопку, пополнить другую карту, это будет не карта, это будут наши реквизиты, для того, чтобы мы могли отчитаться перед налоговой инспекцией, что я и сделал. Думаю, что же дальше будет. Ввожу этот 16-значный код, после этого нажимаю, ввел ту сумму, который он у него указал. Почему? Потому что, говорит, вы не можете через терминал выполнять, переводить деньги больше 10-15 тысяч гривен. Поэтому мы разберем по частям, чтобы мы вам перечислили на ваш счет, вы получите деньги, мы с вами встречаемся завтра, и все. И все. И, так сказать, сделка закончилась. Я говорю, нет, давайте принесем на завтра. Нет, вы понимаете, у нас уже сделка занесена в официальные бухгалтерские отчетности, поэтому мы теряем убытки, мы не принесем убытки. Вы, пожалуйста, сделайте, как мы сказали, и все будет нормально. Что я дальше начал делать? Пришла смс, он мне говорит, введите смс вот сюда. Такое ощущение, что он сидел перед таким же монитором или был их создателем. Я это... И нажмите пополнить счет. После чего я нажимаю, но мне выскочило вот такое сообщение, карта за номером накидного заблокована, обо сроке ДИИ закинчився. И видите, обратите внимание, внизу все одно пополнено. Думаю, нет, не буду нажимать кнопку, перезвоню. Пока я говорил с этим менеджером, он говорит, ну, наверное, у вас заблокирована карточка, поэтому мы вам не можем перевезти денег. Либо у вас недостаточно средств, поэтому мы вам рекомендуем сходить домой, пополнить счетную карточку, а после этого мы свяжемся с вами через 20 минут и проведем соответствующую вам оплату начисления денег. И завтра мы встречаемся уже, так сказать, забираем тот продукт, который нас интересует. Вот. Прошло 30-40 секунд. Буквально мне еще быстрее пришла смс, скажу, что так и так, ваша карта заблокирована, потому что у вас недостаточно средств. Я думаю, ну, наверное, что-то неправильное сделал. Но всего лишь за 30-40 секунд этот прошла операция. То есть реально человек, который не знает терминала, не знает некоторых функций финансовых инструментов, они попадаются на этом и очень-очень часто. Ну, я все-таки решил подойти к менеджеру, задал вопрос, объяснил ситуацию. Она посмотрела на меня квадратными глазами, говорит, ну, извините, это же лохотронщики. Уже не так часто люди к нам подходят, вот, и теряют свои деньги. Поэтому вам не надо было никуда ходить, а просто вы должны были дать номер счета. Вот таким образом хотели, так сказать, меня очередной раз кинуть. То есть за мой опыт и горький, и, конечно, и положительный в том числе. Ну, после этого я ехал с одним знакомым автомобилем и рассказал эту историю. Он говорит, а что здесь такого? Ничего нового нет. Вот меня там знакомые предприниматели держат нескольких оттенеров, несколько магазинов. Таким образом, с них где-то порядка 30 тысяч гривен сняли такие вот специалисты. Но, слава Богу, что они поняли, когда увидели, что с них автоматически снимаются деньги без их ведома по 3 тысячи гривен через каждые 10 минут, они позвонили в банк и оператору и заблокировали свои счета. Поэтому имейте в виду, что вот такие существуют мошенники. Кроме того, что мне еще побудило провести такой очередной так сказать обзор хайп-проектов, а я решил разделить эту пусть мы назовем эту школу на три части, чтобы не занимать ваше время, потому что я в первой части провел, то есть мои эмоции дали возможность все-таки организовать, создать эти слайды и людям показать, что же на самом деле существует в интернете. Поэтому после того случая с банкоматом я получил по скайпу вот такое предупреждение от Альфа-банка. То есть моя знакомая в интернете всем разостала, что вот таким образом мошенники снимают деньги. Они пишут почти как официальный телефон, официальная почта и вот образец покупки на сумму 26 рублей тысяч выполнено успешно. Если вы не совершали покупку, позвоните по такому телефону. Ну, вы понимаете, что мошенники просто-напросто, когда вы им звоните, человек думает, ничего себе, у меня 20 тысяч рублей покупка какая. А те с той стороны с телефонного аппарата люди опытные, опытные психологи, они просто-напросто выводят с вас ваши пароли, ваши контактные данные и будут снимать опять-таки без вашего участия деньги. Поэтому в будущем, если приходить такое сообщение либо смс, либо в интернете, либо в социальных сетях, все-таки берите свою карточку, смотрите номер телефона, на каждой визе, мастер-карте существует сзади или сверху, снизу на карте номер телефона, позвоните оператору и уточните так это или не так, что, кстати, сделала эта женщина. Она позвонила и проверила счета, то есть все нормально у нее, поэтому не ведитесь на это. Кроме того, буквально 21 сентября мне пришло сообщение по почте, что Сбербанк Российских РФ и такая это вот у меня почта, видите, информ онлайн Сбербанк РУ через Екатерина Романенкова, вот, почему-то пришло это сообщение, что оказывается, что у меня на счету появились 1225 рублей. То есть нажмите кнопочку снять деньги и у вас будет счастье. Введите, скорее всего, видите этот код, я сразу предупреждаю, во-первых, я знал, что у меня нет рублевого счета, потому что я живу на Украине. Я поэтому удивился этому сообщению. Во-вторых, мне подозрительно стал, во-первых, номер, в смысле почта этого Сбербанка и через кого оно пришло. ну и естественно, понимая, что здесь вот, видите, с правой стороны я кружком обвел красным, вот, какой-то шифр непонятный, просто я вас предупреждаю, что если вы нажмете снять деньги и ведете где-то к код или вообще не удалите это сообщение, то просто-напросто вам могут ввести в автоматическом режиме фишинг, то есть это пароль, не пароль, это программу, которая будет скачивать вашу секретную и индивидуальную информацию, в том числе по платежным системам. Вот еще интересно, буквально вчера пришло мне сообщение по скайпу от человека, я особо не знаю, но все равно стало интересно, представляя вам проект, где можно сохранить приумножательство инвестиций, RapidInvest, в случае в своем деле и так далее, и так далее, не теряйте свое время в других проектах, только здесь вы можете заработать без потерь, минимальный вход 10 долларов. Ну, во-первых, инвестиционные проекты, они в 10 долларов никаким образом не могут, так сказать, серьезные инвестиционные проекты и бизнесы не могут начинаться с этого, только хапы и лохотроны, серьезные инвестиционные проекты, это 1000 долларов, 5, 10, там 100 тысяч долларов, это серьезно, там небольшие проценты совершенно не только в сутки но и в месяц и в год вот я решил все-таки проверить что же это за проект и обратите внимание захожу на сайт здесь на сайте у нас предложение 21 2 и 1 процента в сутки 4 1 6 1 8 в сутки зависимости от вложенной суммы от 10 до 1000 1 1 доллара и вот внизу видите какие какая ваша прибыль уже сразу рассчитана конечно человеку интересно не 21 цент а допустим 30 или 81 долларов в сутки но вопрос во-первых этот хайд проект был создан 4 0 8 2015 в анлане сидят 631 человек которые внесли уже якобы 135 тысяч копейками долларов и вывели 42 тысячи долларов а неужели непонятно что с той стороны экрана где-нибудь на колыме или там в острогах либо жмеренький либо в майами сидит парнишка лет 15 16 20 который управляет с той стороны этим сайтом это во-первых во вторых я просто рекомендую включать голову и калькулятор пусть это будет кому-то обидно слышно но возьмите умножить 2 и 1 процент сутки у нас получается умножить на 365 дней то есть определить годовых 765 процентов годовых вам ни один банк ты не даст максимум 24 28 процентов а если взять другие цифры посетить 41 процентно получается 1496 процентов годовых а дальше еще интересно то есть реально 81 процент сутки это 2000 почти 3000 процента годовых при таких процентов сколько суток проживет этот хайп проект вы подумайте и буквально тоже на днях пришло очередное предложение хотел бы обратить ваше внимание видите 2 и 4 2 1 6 и 8 8 и 2 процентов срок от 10 до одного дня взнос от 10 до долларов до 300 700 3000 и смотрите 5000 долларов вносите деньги до классные проценты но обратите внимание чем отличается вот этот сайт то есть эти предложением и так называемый маркетинг план от этого только процентами цветом ну и разными кнопочками поэтому я могу с уверенностью сказать что этим заниматься какая-то группа лиц которую умею которые входят программисты и дизайнеры математики ну и теми кто как бы вносит инвестирует этот проект хайп проект для того чтобы показать людям что здесь деньги есть а люди начинают нести а мы все славяне не всем туда деньги слава богу что у меня уже у моих партнеров этого нету то есть меня опыт лично у меня 11 лет в интернете я побывал тоже в разных хайпах и понимаешь что такое потерял деньги вот и мои партнеры и знакомые потеряли деньги которыми я уже не общаюсь поэтому я вам рекомендую лучше прежде чем нести деньги посоветуйтесь опытными своими знакомыми людьми с менеджерами с банковскими чтобы знать что это такое потерять всегда можно а вернуть их к сожалению не всегда это об этом я о своих проектах которых я в хайп проект который я участвовал в том числе и материальных которые имели продуктовый бизнес вот я расскажу в третьей части долго ваше внимание задерживать не буду вот на этом слайде вы можете ознакомиться с признаками хайпов с обещалками вот но к сожалению или к счастью даже хочу сказать что интернете чтобы зарабатывать деньги нужно трудиться и это очень серьезный это долгосрочный труд люди понимают и с это не сразу проходит месяца и годы чтобы это понять вот это как на производстве только на производстве платят за определенный объем работы определенную сумму плюс премия в интернете в млм-бизнесе а млм-бизнес если вы не знаете это та команда это та структура это тот то направление тот бизнес там где есть реальный продукт либо есть реальные услуги об этом мы поговорим в следующий раз если что могу сказать что у каждого из права выбора либо хая благотрудный либо действительно серьезный бизнес поэтому